Социальные сети пестрят жалобами о мечеи на затопленной дороге. Это несмотря на громкие заявления чиновников о том, что все городские ливневки прочищены, а из города вывезено рекордное количество снега. Моя коллега Ольга Качкурова перечитала десятки постов и пабликов и выбрала самые мокрые места города. Улица Волгоградская. От универсама Север до 28-го дома. Для местных жителей ежегодно готовят непреодолимую преграду. Дорога превращается в реку. Автор поста отметил, этой весной решил поставить себе в машину эхолот, чтобы безопасно форсировать лужи в Омске. Кому-то идея понравилась, другие пользователи предположили, что эхолот не поможет. Он ведь замеряет расстояние однища машины до дна лужи, только когда авто уже заедет в яму. На левобережье о мечеи жалуются на дороге Дмитриева и Конева. На перелета в районе 20-го дома вода по улице бежит практически горным потоком. По мнению о мечеи, Левый берег страдает от отсутствия ливневых стоков. От самого конева и до солнечного. Не езда, а гребля. Светуют жители Левого берега. Каждая меч знает, что на первую заводскую сейчас заезжать не стоит. Такие комментарии сопровождают видео из городка Нефтяников, на котором внушительный внедорожник буквально скачет вдоль авторынка. От Чкаловского поселка до улицы Барабинская окружная дорога вся такая. Предупреждают опытные автолюбители. У жителей Ленинского округа претензии к дорогам привокзального поселка. Особой аккуратности потребует проезд под путепроводом. Лужи местами доходят до бампера. По мнению пользователя Александра Горяева, причина потопа – закатанные в асфальт ливневые стоки. В центральном округе люди проклинают вторую кольцевую. На фото выложенным очевидцами сразу четыре автомобиля с пробитыми колесами. Та же история у седьмой медсанчасти. Протали на посреди дороги стало причиной поломки сразу двух автомобилей. Впрочем, страдают не только автомобилисты. Вот, например, жильцы дома на проспекте Космический 97. В лужу упираются сразу же, как открывают дверь подъезда. А на магистральном пешеходам все еще приходится перелазить через горы обледенелого снега.